Сдохни или умри. В Госдуму внесен законопроект обездомных собак, предполагающий радикально изменить закон об ответственном обращении с животными. И речь идет об отмене принципа отлов, стерилизации, вакцинации, возврат и об умерщвлении собак. Я хотела бы, чтобы были известны имена этих трех теток, единороссок. Я пытаюсь пропустить еще слова, которые я хочу сказать, которые внесли этот законопроект. Галина Данчикова, Марина Беспалова, Надежда Максимова. Женщины. Поговорим об этом с известной российской спасительницей собак и кошек, волонтером Кожуховского муниципального приюта, Ксения Васильченко. Ксения, привет. Привет. Ты просила не называть тебя защитницей прав собак и кошек, потому что не до защиты прав, а их надо спасать. Объясни, что ты имеешь в виду? Ну, потому что у них нет прав. И принятый не так давно новый закон об ответственном содержании животных, ну, естественно, он не работает. И не будет работать. Щенок на наших глазах умер, знаете чего? От обезвоживания. Я ходила и нашла. Это труп. Покажи, что у тебя на шее. Ой, до дырки потерт. Шея. Чебузечка, красотунка. Черная. Вот такая красота. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это собирать, спасать с улиц, приютах. Ну, это максимум. А когда происходят такие события, как вот с этой поправкой, которую хотели, ну, слава богу, как бы она не прошла, умеем еще громко кричать. Этому мы научились. И, в общем, вроде более-менее получается. Есть очень много сторонников этого законопроекта, этих поправок, которые говорят, а что вы хотите? А вот там, там и там стая собак растерзала маленькую девочку. Стая есть, и иногда они действительно агрессивны, к сожалению. Надо досмотреть в причину, откуда эти собаки появились на улице. Собаки просто так из ниоткуда не берутся. Понятно, что те, которые там живут, они плодятся. Но стая бездомных собак пополняют собаки выкинутые. Собаки не нужны заводчикам. То есть, такая обширная тема. И если ее вырвать из контекста и обсуждать только тех собак, которые сейчас бегают на улице, давайте их все убьем. Но через неделю там будет новая стая. То есть, это не решит проблему. И об этом мы пытаемся донести и до общественности, и для тех, прости господи, кто принимает эти законы. Ксения, а что решит проблему? Проблему решит первая система льготной и бесплатной стерилизации домашних животных. И не только домашних животных. Второе. Проблему решит жесткое регулирование разведения породистых собак. Третье. Обязательное чипирование, хочу подчеркнуть, бесплатное. И основание такой единой базы данных всех животных. И введение штрафов за отсутствие чипирования, за выкинутое животное и так далее. То есть, это вопрос об ответственности владельцев по отношению к своим питомцам. Здесь, в Германии, где мы живем и сейчас снимаем, очень хорошие законы по отношению к животным. Тут недавно у нас была история, когда на Пасху подъехали две женщины к зоопарку и через забор выбросили в зоопарк двух вполне себе живых зайчиков, но один повредил лапку. И, в общем, сейчас вся Германия ищет злоумышленниц, потому что это жестокое обращение с животными. Да еще и святататься на Пасху. Ну и, конечно, вообще за жестокое обращение с животными можно вообще загреметь очень сильно и в тюрьму. Если у вас кошка упала с балкона, это ваша ответственность серьезная, уголовная. С одной стороны. С другой стороны, я сейчас вот только что стерилизовала кошку, аж биться сердце перестало. 200 евро, обучительно больно. Но, тем не менее, у нас нет этой проблемы. Если посмотреть в историю бездомных животных в Европе, то в 60-е годы их просто хорошо истребили. В Голландии, в Германии. А потом приняли законы о жестоком обращении и об ответственности владельцев. Это все шло поступательно. Но ты не сравнивай менталитет европейский и менталитет российский. Понимаешь, у нас не стерилизуют собак. Особенно не кастрируют. Почему-то у нас так менталитет работает, что если кастрировать своего кобеля, то он не кобель, то он не полноценный, как мужик без яиц. Слушай, если это сделать платным, то понятно, что люди не пойдут. То есть изначально должна быть целая прописанная поэтапная программа. Она должна быть льготной, зависит. То есть для определенного категории владельцев она должна быть бесплатной. Для бабушек, у которых кошечки. И для бабушек, которые опекают. Вспомни у нас на Маспасском переулке вот эти пятиэтажки. Я пыталась поговорить с бабушками и стерилизовать их котиков, которые там в пятиэтажках, если ты помнишь, плодились каждый год и бегали там к котям. Они стали говорить, что это дорого. Я говорю, я все оплачу. В общем, в итоге мы с ними не договорились. Это еще надо и разговаривать с бабушками на лавочках. И это нужно, чтобы было финансирование от государства. Хотя бы на начальном этапе. То есть это пусть моя девочка познает любовь, что ли? Да, а кобель без яиц это неполноценный кобель. Да, Оля, у нас же постоянно идут телефонные звонки. И мы же общаемся с гражданами. Когда мы пристраиваем животных, многие сокрушаются и не хотят брать красивого здорового кобеля, если он кастрирован. Ну как же, что это у меня будет? Я мужик, а у меня кобель без яиц. Пандемия очень сильно изменила у нас картину с животными в Германии. И если мы с тобой и многие наши друзья и знакомые возили всегда в Германию собак из российских приютов, то теперь мы так не делаем, потому что сами не ездим. И знаешь что? У нас начали брать собак из приютов в Румынии. Страшно популярная штука. Там волонтеры, такие как ты, ими занимаются, их вылечивают, стерилизуют. И находят очень быстро дом в Германии. Моментально они уходят просто вот, ну потому что у нас в приютах практически нет бесхозных животных, и на них выстраиваются очереди. Я сама брала кота, так это было просто целое приключение. Где его взять? А нельзя ли как-то это наладить? Все-таки, когда пандемия кончится, наладить такой, извините, экспорт. Никому не нужна собака-кошек из России. Слушай, ну это, смотри, Румыния, Болгария, Греция, Испания были всегда, а да, еще и Юг Италии. Вот, еще до того, как российские собаки стали пристраиваться в Европу, вот собаки и котики из этих стран им помогали, да, то есть существует огромное количество организаций, которые занимаются каждой там определенной страной. И проблема здесь еще в том, что в основном это из европейских стран. Идет из неблагополучных, такой, как Греция. Гораздо проще по закону ввести и оформить документы. Например, ты из Греции, ты можешь привезти маленького щеночка, которых многие хотят, маленьких щеночек, а из России нет. То есть минимальный возраст, когда мы можем везти животное через границу, это в районе шести месяцев. Это раз. Потом во время пандемии мы возим, и много животных пристраивается. Но просто это стало в разы дороже и сложнее. Как я понимаю, это за добровольные пожертвования все это делается? Я тебе скажу так, то есть в среднем оформлении и все таможенные пошлины обходятся на районе 370 евро на одно животное. А где берут деньги? Принимающая сторона в большинстве своем компенсирует, заключается договор в Европе между адаптантами и организацией, которая занимается пристройством животных. И есть определенная плата по этому договору. И в большинстве случаев эти деньги идут как раз на плату транспортировки. То есть вы понимаете, да, вот эти вот лохматые, никому не нужные, грязные, нездоровые собаки, щенки, котята, которые вы видите у помойки, люди готовы платить за это серьезные деньги, чтобы этих питомцев перевезти и взять в европейские дома и квартиры. Ксения, а почему в России бесплатно ты это не возьмешь? А я тебе объясню, почему. Потому что возможность, желание будущих владельцев оплатить дорогу свидетельствует, во-первых, об их серьезности и ответственности. Ну а потом, если у тебя нету, там, условно говоря, 400 евро заплатить за собаку, то на что ты пойдешь в ветклинику? У нее может быть там заболеть лапка, глазик, ушко. Там уже что-то нету скушать, не дай бог. И нужно идти, и ветеринарные счета в Европе исчисляются сотнями евро. Когда я брала котенка, меня попросили прислать кредитную историю. Да, очень часто выясняют, это же происходит такой процесс длительный. Не просто так, ты позвонила, сказала, вот я хочу собачка-тузик, я увидела у вас на сайте, заверните мне тузик. Тебя спросят, а было ли у вас до этого тузики? Где вы живете? А у вас свое жилье? Или у вас съемное жилье? То есть у вас съемное жилье, подоставьте, пожалуйста, разрешение от арендодателя. Потому что он не возражает о том, что у вас тузик будет писать на его двери. Или скушает кусочек плинтуса. Дорогие жители Европы, это все так, это то, что касается щеночков и собачек. А вот я очень много консультировала здесь с юристами-домовладельцами. А вот котик, на него не требуется разрешение домовладельца, арендодателя. Это считается твоя эмоциональная, твоя необходимость. На котика разрешение не нужно. И за собачку нужно платить налоги, а за котика нет. Ну, собственно, я не хотела бы, чтобы мой спич сейчас был рассмотрен как спич в пользу котиков, а не собачек. Ну, потому что... Внесите, пожалуйста, собачку в студию. Ну, это, кстати, в Германии. А в Голландии ты должен получить разрешение на котик. Внесите, пожалуйста, собачку в студию. У меня вопрос. Вот наша Милана, продюсер, вносит в студию собачку Зяму. Зяма. Вот Зяма, счастливый берлинский житель, который, естественно, был взят в России у заводчика, который 9 месяцев держал его в клетке. То есть Зяму здесь долго лечили собачьи психологи, потому что Зяма не удался. То есть и он бы в клетке, я не знаю, и умер. Не продался. Не продался. Не, как это, бракованный? Что с ним не так? Не, ну, просто не продался, и всё. Она хотела его оставить под разведение сначала, а потом передумала и вот отдала. Сколько собак и кошек вот так томится в клетке? Подождите, несите собачку в студию. Вот там у нас есть. Сейчас мы вам аловерды сделаем. Ох ты, господи, это что? Это собачка Муся. А что случилось с Мусей? А Муся, хоть она и очень модная и красивая, она рожала мёртвых щеночков. Вот, поэтому она тоже не нужна была в разведении. Так, Муся не любит сидеть на ручках, она серьёзная собака, в общем, поэтому она пойдёт к большим собачкам. Я вам просто показала собачку Муся. В России собака вещь. Она такая вот, она вот там вот что-то вот есть, да, то есть, что там ей кинул, там макарошки со стола, вот она там, а в сельской местности там цепь, будка, тузик, то есть, там, вакцинировать, это же надо, зачем? И вот у заводчика 200 собачек, это 200 его личных вещей. И что он с ними делает? Это никак не контролируется, не регулируется и не наказывается. Потому что это бизнес, на собаках зарабатывают деньги, живут они часто в чудовищных условиях, вы даже не можете себе представить, в каких. Если это квартира, то клетки друг на друга стоят, и собаки их никогда не покидают, они только рожают. То есть, это грязь, антисанитария, собаки никогда не гуляют, они родили щеночков, их вот там причесали, помыли на Авито за 25 тысяч рублей и продали. Какое-то наказание за это можно предусмотреть? Вообще, оштрафовать за антисанитарию, я не знаю, за что такое обращение животных? Орегулироваться Российским кинологическим союзом. Это должны быть постоянные проверки питомников, на условия содержания. Это должна быть введена какая-то квота на количество разведений. Почему этим никто не занимается? Почему? Потому что это бизнес. Бизнес выставки, бизнес щенки, бизнес их актирования. И бизнес это продажа щенков. Что такое актирование? Если у тебя официальный питомник при РКФ, у тебя рождается помет щенку. Ты должен его зарегистрировать, актировать. Чаще всего это ставится клеймо. То есть собака проходит по базе данных, как собака. Ее можно посмотреть на сайте РКФ, найти питомник, владельца. У черных заводчиков чаще всего у тебя клейма вообще забиты на собак. Или они идут без клейма. Ксения, но ведь у черных заводчиков есть соседи. Есть люди, которые к ним приходят за щенками и видят все это. То есть они не живут вакууме. Нет, за щенками они не пускают. Хорошо, есть соседи, которые должны позвонить в милицию. Алло, милиция! Жестокое обращение с животными. Ну как-то так же... Мы же не в вакууме живем. Марья Ивановна, господа, моя частная собственность. Все. На этом все заканчивается. Уже это неоднократно. Когда это уже начинается совсем трэш, и уже фекалии капрут с потолка у соседей, ну тогда еще можно с полицией вскрыть квартиру и как-то спасти этих животных. Но таких десятки. Чаще всего они где-то в загородных домах. А там у тебя что? Заборы частной собственности. Можно попросить еще одну собачку в студию? Вот такая есть. Осторожно. Собака Зина. Вот. Неизвестно, сколько ей лет. Была отбита в электричке у алкашей, которые плохо с ней обращались. За бутылку водки. Да, поставила. Потом выяснилось, что Зина была отбита в беременном состоянии. Беременна от волкодава или от кого-то там еще. В общем, все было ужасно. Отбила ее, кстати, полицейская, которая работала на железнодорожном транспорте. Жестокое обращение с собственным единственным животным. То, что происходит у нас на глазах, может быть, у всех. Когда бьют палкой, когда кошки падают с балкона, что невозможно совершенно здесь. Когда беременную, бог знает, от кого они могут разродиться. И так далее, и так далее. С этим-то что делать? Это от неграмотности, от жестокости, от идиотизма. Это от безответственности, вот. Водить ответственность. Простите, это у меня там. Это руна у нас такая? Да, она в генетический бордер-колле, кстати. Тоже, видимо, от каких-то там заводчиков. Вот когда-то. Вот там бабушка или кто-то еще. Что с этим делать, Золя? Это вопрос безответственности. Вводить ответственность? Владельцев. Вводить ответственность? Конечно. Какую? Ну, я вот Русь сидящая. Слово ответственность для меня, давайте сажать в тюрьму. Я скажу, ну не, ну Ксения, ну ты что? Ну хочется, честно говоря. Изначально рублем. Ты помнишь, что когда-то все ездили по Москве и не пристегивались. И парковались в три ряда. Ну, менталитет такой. Понимаешь, как только стали эвакуировать машины и камеры фиксировать и штрафовать за ремень, все стали парковаться, пропускать пешеходов и пристегиваться. Что мешает все эти благостные законы, которые действуют практически везде, что мешает эти законы написать и принять? Вот что мешает? Слушай, наверное, незаинтересованность тех, кто их пишет. Я не думаю, что они там видят такую же выгоду, как с платными парковками. Это большой геморрой. Это большая просветительская работа с населением о том, что нужно стерилизовать. И по показаниям медицинским, в плане здоровья, и в плане контроля разведения. Нужно чипировать и учитывать животное. И что человек должен понимать, что если он выкинет собачку. Вот в Германии, если бегает собачка по улице, ее же возьмет полиция. А у полиции есть сканер. Они чипчик-то считают собачки, и тут же раз-раз-раз, и владелец вот тебе. Ну отчего? Ну Путин же, например, он же собачник, он же любит собачек. А Меркель, кстати, боится. С чего ты взяла, что он любит собачек? По телевизору показывали. Оль, ну не смеши мои тапочки. Телевизор, смотрит она телевизор. Телевизор, да, так же, как он и детей любит, да, наверное, и все остальное, да, и пенсионеров. Хорошо. Ну, может быть, надо подсказать депутатам создать какую-нибудь корпорацию по взиманию с граждан, с людей, которые вторая нефть, побольше штрафов. И вот пусть они там накапливают и делают на этом бизнес. Да пусть, пусть подавятся. Ну ты пойми, что собрать штрафы за парковку гораздо проще, чем собрать штрафы за, там, безответственность, содержание или за выкинутую собачку. Ну это, если быть реалистами, ну то это на пару, тройку, десятков лет должна быть расписана программа. Постепенная, не агрессивная и изначально финансируемая государство. Такое, как, вот о чем мы говорили с тобой вначале, как льготная стерилизация, констрация и чипирование. А скажи, Ксения, я часто сейчас встречаю новости о закрытии собачьих и кошачьих приютов. Начали закрывать, нет? Происходит, значит, какая-то цикличность и происходит выгорание. Неважно, ты занимаешься, ты собираешь собак на улицах, по областям, привозишь из других регионов, где еще в разы страшнее, чем у нас. Вот или ты волонтер муниципальным привезет, происходит выгорание эмоционально. Ну и физически, материально в том числе. Когда ты постоянно сталкиваешься с болью, с этим ужасом, и когда ты черпаешь море ложкой, многие выгорают. Это понятно. Слушай, а тебе не кажется, что не только к собаке относятся как к вещи? Закон о домашнем насилии, например, подразумевает, что женщины и дети, то есть слабейшие в семье, тоже, в общем, вещи. Декриминализация. Декриминализация плохого отношения к более слабому, хотя и человеку. Ну, так, ну, да. Чему удивляться-то? Мы где живем? Ну, я не перестаю удивляться все-таки. Хорошо, опять по жопе ребенку. Или по губам. Очень-очень тоже, в общем, это у нас такие принципы воспитания. А что с этим делать? Воспитывать новое поколение. Ну, ты как в той пословице, когда спросил цыган-цыганку, да, что будем с детьми делать? Этих помоем или новых нарожаем? Слушай, ну, на самом деле, не так, конечно, все плохо. И за последние лет пять даже на улицах Москвы, я вижу, ну, наверное, уже 50 на 50 собаки из приюта и собаки породисты. Но это все-таки столица. В этом плане просветительства соцсети очень хорошо работают. То есть это становится модным. И это хорошо. То есть модно взять собаку из приюта. Ответственно взять собаку из приюта. Особенно среди, так скажем, до 35 лет. Слушай, а я тебя сегодня утром видела в этой толстовке в утреннем эфире канала «Россия». А у тебя тут скулбас, автозак. А как же так-то пропустили? Или оттепель? Гулять? Гулять в сезон клещей небезопасно. Ксения знает об этом не понаслышке. Ее малыш несколько лет назад переболел пироплазмозом, опасным заболеванием, которое переносят корвососущие. После этого мы стали более ответственно относиться к вопросу обработки в сезон. А тем более, что сейчас у Ксении 4 домашних питомца. Захар, Руня, Муся и малыш. На прогулках по дачному участку каждому нужна защита. Но это же не программа «Время». Все-таки это такая утренняя веселуха. Но все равно все-таки как-то приятно, что они занялись проблемой с собакой, их защитой от клещей. Был сюжет про это, а не про права животных все-таки. Хотя, ну да, клещ – это тоже часть прав животных. Любите друг друга. Собачек и кошечек. Птичек, белочек и зайчиков. Жуков и паучков. Ксюш, спасибо. Все. Мяу-гау. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...